Тема, которую мы будем рассматривать, что происходит, когда брак все-таки не срабатывает. Развод. Никто не выходит замуж, не женится с тем, чтобы развестись, но это происходит. И такого было меньше, более редко в еврейском мире. И по мере того, как еврейская культура приобщалась к нормальной культуре, и все эти проблемы вошли в еврейский дом также. В Библии, в 24 главе Второзакония, там просто говорится, если муж найдет какую-либо нечистоту в своей жене, то пусть даст ей разводное письмо и отпустит ее. Очень просто. А что было в том разводном письме, не ясно. И раввины как бы пришли к такому выводу, что должно быть в этом письме. И очень детальные инструкции, как это исполнить. И это письмо называется агет. И без правильного, без соответствующего гет, то не будет еврейского развода. Это будет гражданский, но не еврейский развод. Поэтому, например, в соответствии с еврейским законом, и у вас проходит еврейская церемония свадьбы с раввином. С участием раввина, и затем проходит гражданский бракоразводный процесс. И нету гет. И жена после этого, женщина после этого снова выходит замуж. И рождает детей. И эти дети считаются незаконными. Понятно? С еврейской точки зрения, по крайней мере. И кажется, я бывал на двух церемониях, где был составлен гет. Если мужчина не знает правильный способ, как правильно написать гет, то тогда вы должны заплатить книжнику, который бы составил его. И, в принципе, один раз в нашей общине одна женщина хотела получить гет. И ее мужа говорит, что я не буду платить эти пять долларов за эту церемонию. Он был доктором, и у него было достаточно денег. Но он просто не хотел платить. И им пришлось вести переговоры. И, кажется, если правильно, она заплатила половину суммы. И поэтому, если книжник правильно записывает это, то нужно задать определенные вопросы. Определенные формулы. Нанимаешь ли ты этого человека, чтобы составить этот гет? И этот книжник затем начинает составлять это гет. Когда он пишет этот документ, жена стоит с одной стороны, муж с другой стороны. И в большинстве случаев уже был гражданский развод. И в глазах закона той страны, закона страны, они не являются больше мужем и женой. И они не живут друг с другом. И они должны пройти через этот процесс без того, чтобы убить друг друга. И затем Равин смотрит за этим книжником. И он смотрит внимательно, чтобы каждая буква на еврейсе была отчетливо написана. И говорит, нет, ты эту букву немножко сдвинь сюда, а эту букву немножко подвинь туда. Она не должна быть похожа на другую букву. И, наконец, они составили гет. И он подписал его. И он должен отдать документ. Этот документ жене. Он не просто как бы передает. Он должен таким образом держать. И бросает его. И она должна поймать этот гет себе в руки. Это все очень должно проходить соответствующим образом. Первый, когда я был на этом событии, это с одним мужчиной из нашей общины. И его жена ушла от него. Это очень печально, потому что он не хотел развода. И второй раз, это было несколько лет после развода. Это был второй развод, одна женщина из нашей общины. И она думает, нужен ли этот гет или не нужен. Но мы убедили ее, что это будет хорошая идея. И она думала о том, чтобы совершить алию. Я сказал, если ты пойдешь в Израиль, то ты не сможешь там выйти замуж, если у тебя не будет гет. Поэтому, наконец, она убедилась. И, наконец, она задумывалась и начала надеяться, что, может быть, она выйдет второй раз замуж. Это ее надежда, а не его. И после окончания церемонии гет И это помогло заключительную часть, финал, подвести итог для нее. И также помогло ей эмоционально двигаться дальше. И, в принципе, это звучит все довольно-таки просто. А что произойдет, если муж разводится со своей женой, но он не хочет давать ей гет? И, если я прав, то есть какой-то способ, что позволяет ему повторно жениться, но не ей. И ее дети будут считаться незаконными, а она будет считаться прелюбодейцей, если она повторно выйдет замуж. Поэтому представим себе, если вы ортодоксальная еврейка, женщина. Креп. А ее муж — несчастное человеческое существо. Ну, как жалкое. И он говорит, я не хочу дать тебе гет. Это произошло с сестрой моей жены. Ее муж не был ортодоксальным, но он был таким вот жалким существом. Он говорит, я не верю во все это, я этого не буду делать. И это было одно из препятствий на ее пути к повторному браку. И что, если бы вы были в ортодоксальном мире? И вы женщина, и вы хотите выйти второй замуж. Но у вас нет гет. Есть несколько способов, как это может произойти. Один — это, что вы можете конвентировать, вы можете позвать вместе, что называется бейт-дин. Это называется бейт-дин. Бейт-дин. Это означает суд. Это означает суд. Где должно быть, по крайней мере, три ортодоксальных раввина. И возможно, такому бейт-дин выдать гет. Это легально, законно, в соответствии с еврейским законом. Но большинство раввинов это не очень нравится. И они думают, что это станет какого-то рода оскорбление. И такие бейт-дин будут очень легко и быстро выдавать гет. Поэтому есть один бейт-дин в Америке, что случайно иногда разбирает такие дела. И они убедятся в том, что жена сделала все возможное, чтобы получить гет. И если они чувствуют, что муж не хочет давать гет не совсем по правильной причине, тогда они сделают это за него. И из-за того, что в ортодоксальной общении существует такая сильная противоположность, то один из раввинов, даже который будет участвовать в этот бейт-дин, не согласится, чтобы было оглашено его имя. И жена, которая развелась без гет, ее называют агуна. Что означает, она все еще связана браком. Это очень печальное состояние. И раввины также могут оказать давление на мужа. И некоторые раввины попытаются сделать так. Вначале это будет очень нежное давление, затем может быть члены общины не будут очень дружелюбны к этому человеку. И не будут принимать участие в его бизнесе. И были случаи, когда раввин посылал ящива бухарс молодых парней, студентов ящивы, когда он отсылал этих студентов, чтобы они побили этого человека. и пока наконец некоторые мужи не как бы не понимали понимали то, чего от них ходят. Но некоторые были настолько злы, и спрашивали, почему ты не хочешь этого делать? Ты, наверное, очень ненавистнический. И, наверное, твое сердце размером с арахис. И некоторые мужи из-за такого дела покидали общину и даже эмигрировали из страны. Поэтому это очень жесткая ситуация. И что последнее в еврейском жизненном цикле? Смирт. Да? Смирт. Окей. Как и все остальное в еврейской жизни, со смертью тоже обходится по-еврейски. Таким образом, что делает акцент на ценностях еврейских и также верованиях. Поэтому, например, традиционная еврейская мысль верит в воскресение тел. И потому вы должны оказывать особую честь телу. И возле тела должен находиться кто-либо со смерти и до момента погребения. И есть группа в большинстве еврейских общин что означает святое братство. И эти мужчины, которые будут волонтерными, чтобы оставаться в течение ночи и до момента погребения тела. Евреи также не верят в кремацию. Это как неуважение к телу. Если только закон той страны не требуют этого, как, например, в Японии. И также скрытие не делают также, если только этого не требует закон. также не бальзамируют. И поэтому погребение будет первый день или позже всего конец второго дня. крия или нужно разрывать какую-либо одежду. Если вы непосредственный член семьи, отец, муж, дочь, сын, или мать, отец, вы должны разорвать свою одежду или какой-то атрибут одежды. И обычно для мужчин, что они носят, это галстук. Легче его порвать, чем костюм заменить. И это все исходит из Библии, когда люди горевали, то они разрывали одежду. И то, что делают на еврейских похоронах в Америке, небольшая черная ленточка, что можно надеть на свою одежду. Вы берете ножницы и разрезаете ее, и молитесь соответствующей молитвой. И многим людям нравится это. А другие говорят, нет, это не подходит, это не вполне искренно. И также проходит церемония уже непосредственно возле могилы. Определенные молитвы часто употребляемые произносятся. Как я вам говорил, существует семь вариантов молитвы Кадиш. Я говорил вам о Кадиш об усопших. Есть особая молитва Кадиш, которую специально можно употреблять на кладбище во время процесса погребения. И то, что делают ортодоксальные евреи, что мне нравится, они не просто оставляют гроб в земле и уходят. И так, что позволить работникам кладбище закопать, бросать яму землей. и так же они там сами берут лопаты. Вначале члены семьи, затем друзья сделают свою часть в том, чтобы закрыть гроб. землей. И когда этот гроб будет покрыт землей, и то, насколько гроб должен быть покрыт землей, заполнен, это еще зависит от раввина, он решает, сколько еще нужно кидать земли туда. А некоторые раввины решают, что нужно полностью закидывать землей яму. И у ортодоксальных евреев есть деревянные коробки без гвоздей. У других консервативных или реформаторских евреев дорогие металлические гробы. Я не знаю, почему. Когда вы находитесь внутри этой коробки, вам уже все равно. Я сказал моей жене, для меня это простую сосновую коробку. Поставьте меня в землю и помните одно, что меня там нет. Была одна женщина в моей общине. Тоже была интересная история. Она хотела гроб. Такой гроб, который герметически закрывается. Я просто не могу представить себе такую мысль, что мое тело будут всякие там червяки кушать. Я сказал, Кэррэн, но ты все равно этого не будешь знать. Я сказал, это все равно. Люди очень смешны, когда подходит вопрос смерти. И люди также по-разному реагируют на это. И некоторые очень эмоционально. на погребении самому очень эмоционально, или наоборот вначале холодно, потом эмоционально. после погребения период под названием Шива начинается. Помните, когда друзья Иова пришли и сидели с ним семь дней? И период Шива длится в течение трех семи дней. И среди неортодоксальных евреев в этот период сокращен. Я помню, когда умер муж моей матери. И мы говорили о Шива. И я предлагал, что время, чтобы к нам приходили посетители. Я предлагал, чтобы по крайней мере два дня было. Моя мама сказала, один день этого достаточно, это все, что я могу вынести. И поэтому в зависимости от того, где вы находитесь в еврейском религиозном спектре, я бывал на еврейских шивах, которые длились семь дней. И возможно сделать перерыв шивы на шаббат. если вы прямой непосредственный тот, который скорбит, муж на отец, мать, сын, дочь. Вы не должны делать макияж, закрыть зеркала в доме, и сидеть на небольшом стуле, это признаки скорби. Иногда вы говорите, почему нужно делать все это? Я не буду этого делать, это мне не поможет. Но в этом также есть своя мудрость. Я не говорю, что вам нужно делать именно таким образом. Поэтому до того, как отвергнуть это, сказать, ну, кому это надо? Подумайте об этом. Есть три периода скорби в иудаизме. Первый это шива в течение недели, затем в течение 30 дней, одиннадцать месяцев. В течение семи дней вы не должны возвращаться к вашей обычной жизни, идти на работу и так далее. В течение 30-ти последующих дней вы можете возвращаться на работу, но все так же сохраняются несколько ограничений. За 11 месяцев все почти возвращается на свои круги, кроме пару кроме того, чтобы вы каждый день произносили молитву Кадиш. И вот, что очень интересно. Очень много людей изучают смерть и погребение и также процесс скорби. Как люди выражают свою скорбь. Печаль, свою печаль. Вот, что обнаружили они. Что существует три различных уровня скорби по своей интенсивности. И это среди всех людей. И для большинства людей первый самый интенсивный период длится примерно в течение одной недели. И второй период, который менее интенсивный, примерно один месяц. И третий период в течение одного года. И после этого большинство людей эмоционально освобождаются, чтобы снова быть вовлеченными в жизнь и в будущее. Не интересно ли это, все эти современные психологические изучения показали то, что раввины знали, что они делали. И они установили эти границы. И они знали, что это поможет людям. И также это полезно, что вы будете знать, что кто-то скорбит слишком долго. Если после шести месяцев вы все еще плачете каждый день, тогда есть другие проблемы. как неразрешенная вина. Понимаете, что я имею ввиду? Я должен был больше делать для моей матери, для сестры. Или же еще другие усложняющие факторы. Один рабин читал класс о смерти. И на том классе он сказал мне, что было однажды такой случай в их общине, который не выражал никакой скорби. и он не мог эмоционально как-то проявить себя. Кто это? Раби толкнул его в колено ногой своей. И он хотел разбудить реакцию, какой-то ответ получить. ты живой? Давай, я тебя же знаю. И если я прав, то этот человек через месяц совершил самоубийство. И этот рабин знал, что что-то было неправильно. Но просто он не смог это вытянуть из него. Я думаю, что это пока все, что я хотела сказать о смерти, погребении Шива. И завтра будет четыре остальных раздела. Окей.